Знаете, я хочу рассказать историю. Я буквально этим летом встречался с одним молодым ученым, он работает в Майами, в университете, и уже очень известный биолог. Он был здесь, это удивительная история, он был воспитанником детского дома, потом уехал сначала в Норвегию, вот так по обмену, а потом, собственно, отучился уже в Штатах и работает сейчас. И я, ну, в общем, скажем так, стереотипно с ним разговаривая, спросил его, Ефим его зовут, Джефф уже, Джефф, не Ефим, Джефф. Джефф, скажи, пожалуйста, ну ты, конечно же, в общем, богач, да? Он говорит, слушай, если бы ты видел мою квартиру, я могу себе позволить на вот эту университетскую зарплату, могу позволить себе очень маленькую квартиру. То есть это уровень, ну, во много раз ниже среднего. И на мой вопрос, не хотел ли бы ты приехать в Россию работать, ты же все-таки русский и так далее. Он мне сказал честно, я не могу приехать, потому что у вас нету такого оборудования, на котором я работаю здесь, в институте Майами. Для ученых это исключительно важный фактор, исключительно важный. Вот я как раз хотел об этом поговорить. У нас просто развалена во многом наука, надо прямо сказать, развалена той группой политиков, которые говорили, ты не надо нам свое, технологии все придут с Запада, мы все, так сказать, здесь придут сюда инвесторы с деньгами и с технологиями. К сожалению, вот эта трагедия, она коснулась огромного количества людей. И пока мы не создадим нормальные условия, причем для ученых, им важна не зарплата сама по себе. Да, вот как раз дело даже не зарплата. Ученые, они же трудоголики, но ему нужно создать нормальные условия. Он должен быть на пике науки. Да, он нужен в лаборатории. Кроме лаборатории, ученого должна быть возможность ездить на конференции. Понимаете? Ему должны быть гранты и без чрезмерной бюрократии. Не за два года вперед, да? У него должна быть возможность самого организовать какие-то семинары, конференции. Поэтому я полагаю, что может быть нам в дальнейшем, чтобы наши ученые оставались, для нас это важная задача, понимать, что мы должны обеспечить их лабораторным оборудованием соответствующим. И, наверное, как офицеров буквально, нужно им дать возможность двухкомнатную квартиру с ребенком, так сказать, чтобы мог нормальным образом здесь. Ну что ж, давайте зададим все эти вопросы человеку, который на собственном опыте знает, что такое искать работу за границей. К нам по скайпу из США присоединяется наша коллега Анна Брикс. Ань, привет. Скажи, пожалуйста, кем сейчас работают высокопрофессиональные российские журналисты в Соединенных Штатах? Я работаю официантом в ресторане. А что случилось? Почему ты работаешь официантом в ресторане, а не по профессии? Ну там же, собственно, насколько я знаю, в Америке есть русскоязычные телеканалы, например, RTVI, на котором мы сейчас находимся. Ну, вообще-то это можно сказать, что это, наверное, прорыв, что я уже работаю официантом в ресторане. Ибо до этого, пока у меня еще не было документов, мне приходилось убирать дома тех же самых русских, которые очень давно уехали сюда и здесь живут. И отношения, допустим, русских намного хуже ко мне, допустим, как к хаус-киперу, нежели отношения американцев. Потому что для американцев это нормально, если ты делаешь эту работу, если ты вообще работаешь, неважно где, как и кем, они уже уважительно относятся к тебе. А русские, все, которые даже очень давно уехали и наверняка сами как-то очень тяжело начинали. Причем-то отношения русских, оно вот, ну, можно сказать, даже пренебрежительное. Именно к такому роду профессии. Деятельность. Сейчас уже у тебя есть же документы, да? Какие-то официальные, грин-карт наверняка. Почему ты не хочешь устроиться по профессии? Или ты не можешь этого сделать? Ну, во-первых, по поводу русскоязычных телеканалов, их на самом деле не так много здесь. И, как правило, я обращалась там на пару телеканалов здесь. У них уже давно сложившийся штат здесь. В принципе, им большое количество народа, им здесь не нужно. Пока я не считаю, что у меня хороший английский язык для того, чтобы, допустим, вернуться на американскую телевидение. Скажи, не планируешь ли ты вернуться в Россию? Несмотря на все сложности, не знаю, мне кажется, что мне настолько здесь лучше, чем было там. Ну, хорошо, ладно. Мы тебе желаем успеха. Дай бог тебе удачи, здоровья. Вот, и надеюсь, увидим. Ну, вот смотрите, да, какая история. Да, высокообразованный профессионал с большим опытом работы, а вынужден заниматься низкоквалифицированной работой вообще. Ну, просто официантка, да? Нет, жалко. Нет, подождите, девушка, которая приехала, у которой не было никаких документов для официальной работы. Ну, извините, кем она может работать? Она точно так же не может работать, если девушка приехала в Россию, и у нее нет разрешения здесь на жизнь и на работу. Она будет тут трижды талантливая, она, собственно, не сможет работать здесь. Сейчас уже есть, сейчас уже есть и равно некуда, я так понимаю, насколько. Ну, подождите, дальше вопрос вот в чем, что девушка не хочет работать там в определенных каналах. Девушка создала себе очень высокий стандарт, идти там на большое, там, на высокоамериканское телевидение. Она сама себе там говорит, что плохо знает пока для этого уровня язык, еще что-то плохо знает, но окей. Журналист превращается в официанта, это всеми рассматривается как колоссальное жизненное поражение. Пока не поражение, пока откат назад на заранее подготовленную позицию. Ну, пока поражение, может быть, она потом, так сказать, что-нибудь добьется успеха, да? Девушка вышла замуж, у нее очевидно впереди там рождение ребенка. В это время, естественно, карьера отходит на второй план. Ну, что вы говорите. Это совершенно верно. Соответственно, вероятнее всего, у нее сейчас другие жизненные ценности. Дом, семья, будущий ребенок. Это вполне возможно. Почему ей некомфортно? Ей комфортно просто цели у человека сменились. Александр Александрович, что вы думаете по поводу вот этой ситуации? На самом деле, как часто, может быть, в вашей практике, может быть, вот именно гуманитарии, да? Потому что, ну, техники, понятно, да, бауманка и так далее, айтишники, это понятно. А гуманитарии, вот, им достаточно сложно ведь устроиться за границей, как видим. Рынок труда контролируется государствами. И когда они закрывают и открывают, они защищают свой рынок, как товарный рынок, так и рабочий. Получая, например, въезд туда, вы можете въехать как турист, но вы должны получить еще другое разрешение на работу. И часто бывает, что визовые отношения есть или безвизовые, а вот разрешение на работу – это специальные разрешения. Поэтому, когда говорим о трудоустройстве, мы должны говорить о возможности этого рынка, этого государства. И еще протекционистские такие действия этого государства по отношению. Я приведу пример. Бывают случаи, когда человек получает образование в Германии, медик не может получить работу в Швеции, потому что там предъявляется еще дополнительное требование. Стандарты, да. Потому что, оказывается, все защищается. А что касается нашего образования, я так скажу, что мы сейчас поставили задачу, кроме баллонского процесса, еще мы стараемся вводить топ-500 университетов, топ-200. Наши университеты уже вошли и стремимся, чтобы оказаться именно топ. Это раз. Во-вторых, у нас есть иностранные аккредитации. Вот программы, например, Российского университета дружбы народа, очень многие получили европейские аккредитации. То есть автоматически наши дипломы признаются и европейскими агентствами. Это тоже облегчает ситуацию. Что касается трудоустройства, я один пример приведу. Вы знаете, кто является деканом юридического факультета Лапландского университета? Это выпускник из Африки, Российского университета дружбы народа. Да ладно, в Лапландии, в Финляндии. Да, министром, министром, министром коренных народов Канады, это африканец из Российского университета дружбы народа. Это о чем говорит? Говорит о том, что не всегда диплом решает вопрос. Это решает политика этого государства по отношению рабочих мест. Абсолютно точно. У нас прекрасное образование. Но при этом вот даже те же рейтинги, они сделаны английскими, американскими университетами, для того, чтобы они всегда в них побеждали. Хорошо. Если вы все-таки приняли решение, твердое решение работать за границей, будьте внимательны. Помощь в трудоустройстве за рубежом обещают сотни компаний. Но стоит ли им доверять? И на что нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы не попасться на удочку мошенников? Обо всем подробнее через несколько минут. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему учительница работает официанткой? Как вместо менеджера отеля можно стать уборщицей? Кто обещает золотые горы, а потом просто обворовывает доверчивых россиян? АПЛОДИСМЕНТЫ